Здравствуйте, я представлюсь. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Александра Шульга. Официально могу заявить, что позиция Следственного комитета прежняя. Мы полагаем, что именно Дмитрий Лошагин совершил данное преступление убийства своей супруги фотомодели. Доказательства собирались структулезно и буквально по крупицам. Поскольку преступление совершалось без свидетелей, то нам пришлось провести целый комплекс мероприятий, чтобы все-таки, как мы полагаем, собрать достаточную доказательственную базу. Повторюсь, что наша позиция прежняя. Мы уверены, что все-таки преступление было совершено именно с супругом убитых от МЛИ. Александр, а вот те догоды, которые сейчас оказал судья по поводу экспертизы дополнительной, как вы их оцениваете по поводу изнасилования? Могу сказать только то, что доказательства собирались на протяжении всего расследования. Оценивается всегда совокупность доказательств. Нельзя говорить только о каком-то конкретном доказательстве. И мы полагаем, что совокупность тех доказательств, которые мы собрали, была все-таки достаточной для вынесения все-таки обвинительных договоров. Можно сказать, что суд сказал, что все доказательства, они как бы косвенные. Как можно это опровергнуть? Какие доказательства все-таки будут прямыми? Вы знаете, поскольку преступление было совершено без свидетелей, такое тоже, конечно же, бывает. Не каждое преступление совершается без свидетелей. Есть уголовные дела, которые направляются в суд даже в тех случаях, когда нет тела убитого. Даже такие примеры есть. В данном случае все зависит от того, что конкретно имеется по делу, какие доказательства даже косвенно существуют. Даже такие примеры есть, когда уходило уголовное дело и выносился приговор, даже если не было найдено тело предупреждения. А вправдательный приговор по такому громкому делу может привести к отставке на собственном комитете? Других комментариев пока не будет. Продолжение следует...